Бумага болит Приходили братья и сестры, словно бились об лёта ситры, имена их беспомощно стёрты до поры, до поры, до поры, и на восемь лиричных строчек паровозом я боль перевёз посреди обезвоженных кочек да в изножьях кровавых берёз. Не прибавить уже не убавить, не разбавить ничем антураж, ибо здесь непонятен губанов, ибо здесь невозможен сажбаш, и лисицами пожраны зайцы, и без шага шагает нога, только небо с любовью ирзацной всё глядит свысока на снега. Кто же тут резюме нарисует, если умер, как сказано, Бог, если стих мой изюмом безумья запечён в этот сладкий пирог? Не себя самого полужалка, а иных я не смею жалеть, не девицы их цветном полушалке, лихо косы раскинула смерть. Так дадим плачу хохоту ходу, ни петлей не дадим, ни ножу. Эй, вы там, мне ещё не охота, я пока ещё здесь посижу. Наверное, Ураль и один из немногих, может быть, всё-таки не единственный, но поэт апокалиптики. Человек, который пишет о жизни после того, как ядерная война на земле уже произошла. Это стихотворение на два голоса, голоса отца и дочки. Брат. Папа, пожалуйста, никому, обойдёмся без мамы с её истерией. Так получилось, я новая дева Мария, Бог изнутри говорит, я сестра ему. Дочери скоро тринадцать, месячные на старт, но такие фантазии череповаты. Надписи на арамейском кровью, потом стигматы, прочий эзотерический будиарт. Я была на рентгене, доктор сказал, скелет не сформирован, брат не способен родиться. Я слышу голос, похожий на щебет птицы. Клеть не решится сама распахнуться на свет. Опухоль прогрессирует. Приложив к телу ладонь, ощущаю толчки. Живое. Значит, сегодня детей у меня стало двое. Да, никому попробуй тут расскажи. Брат обещает, что может вселиться в мозг чей-нибудь, выселив прежний разом. Мы попытались с улитками пару раз и нам удалось через плоть перекинуть мост. Все замечательно. Ищем лежащий под капельницей, неповрежденный носитель в коме, приводим дочку и новый спаситель. Суетный мир получает свободный вход. Папа, тебя он прекрасно слышит. Нет, все не так. Брат говорит, что ему нужен родственный статус. В твой организм он вселяется через простату. Но мне не нравится способ замкнуть контакт. Дочку зачали во вторник, когда посреди Москвы ядерный грипп раскрылся над телебашней. И нам с женой было настолько страшно, что мы на улице прямо среди травы. Доктор сказал, эмбрион пережил инсайт и провалился на поколение. Только останься со мной в хирургическом отделении. После вмешательства есть вариант не встать. Кварцевый свет, мокрый запах, больничных рвот. Возле ногтей на руках нарывают ранки. Дочка уснула. В пятилитровой банке, невоплощенный, Христос открывает рот. Когда мы говорили о том, что такое поэзия и как вообще поэты ее воспринимают, как ее воспринимают люди. Я думал о том, что вообще в каждом человеке живет вселенная. В любом случае. И я думаю, что есть вероятность, что в каждом поэте живет не по одной такой вселенной и до бесконечного количества. В общем, наверное, и в каждом человеке. Когда эти вселенные друг с другом сталкиваются, когда рождаются стихи. Тогда получаются малые и большие взрывы, из которых получается творчество. Я очень рад тому, что есть возможность столкнуться с чужими вселенными сегодня. Прикоснуться к чужому творчеству, к чужим стихам. Сегодня вообще для меня очень много открытий для себя сделал. Первое открытие, конечно, творчество Виталия Кальпиди, с которым я был совершенно не знаком, но которое открыло свою многомерность. Действительно, я обязательно буду читать, вчитываться. Демарочку маленькую можно. Я хочу еще раз акцентировать момент, что в бумажном виде, конечно, сейчас уже вряд ли где-то достанешь антологию. И третий-то том уже, а уж первые два точно. А на сайте Marginal.ru выложены все три тома. Это книги такого типа, которые можно читать насквозь, ничего не выбирая, потому что открытие чудных там, кладезь вас ждет. Очень рекомендую прийти домой, зайти на этот сайт. Помимо всего прочего, там выложена также полная версия энциклопедии. Много всего другого, клипы. В общем, рекламная паула закончилась. С россиянистой коллективом уже. Ну, я думаю, тоже что-нибудь прочту. Несколько стихотворений. Начну, наверное, с первого стихотворения вот этого года, 2014-го. Оно было написано 9 января. И называется оно как раз, ну, к месту, наверное, будет его название. Два письма из провинции называется оно. Два четверостишия в форме диалога. Расскажи мне о городе, по которому ты идешь. Говорят, у вас звезды, светят немного искоса. Каждый поэт носит в кармане осенний дождь и подходит к людям на расстояние выстрела. В этой глухой провинции, где осели мои поколения, В самом сердце зимы, после праздников, люди ходят слегка не в ногу. Голубеет вечерний январь, вечернеет заснеженный лень. И в оконном стекле ясные глаза Бога. Вот такое маленькое стихотворение. Еще одно. Которое называется «Июньские ночи». Город спепелен солнцем и долгим предчувствием гроз. Посмотри, как у вечера от бессилия дрожат руки. Так спускается к морю раскаленный скрипучий обоз. Так сжимают в горсти горячую гальку несбывшихся звуков. Так растворяется в шепотах твой легкий бесшумный шаг. Кошки в сумерках, словно тени бесшумно крадущихся ассасинов. Опускается тьма, но по-прежнему нечем дышать. Потому что глаза, словно падуя ночью, безумно красивы. В эти теплые ночи полночь полупрозрачно, словно вуаль. Молодой итальянки, прекрасной, как ветер в развалинах Рима. Ты накинешь на плечи из темного шелка прохладную шаль. А с далекого берега слышится плач мой дзина. Это где-то за городом умирают в рыданиях призраки гроз. Предвещая грядущую бурю с упорством пророка. В августе ночь простынет, закашляется от звезд. Кутаясь в клетчатый желтый свитер вечерних окон. А сегодня жара, время белых и спелых лун. Разреши, я тебя буду звать синьориной, лаурой, домной. В эти июньские ночи, быстрые, как поцелуи. И мгновенные, словно хлопок твоих смуглых ладоней. Продолжение следует...